Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании eMarkets. По традиции для вас я публикую анализ рынков с точки зрения ВСА анализа, с точки зрения price section. В описании к этому ролику находится ссылка на полный разбор всех рынков, среди которых также есть голубые фишки российского рынка, фьючерс на индекс РТС и так далее. На этом канале я рассматриваю валютные пары, а также рассмотрю золото и рассмотрю биткоин. В комментариях к этому ролику находятся таймкоды, с помощью которых вы можете очень легко переходить по этому ролику и посмотреть те участки и те инструменты, которые наиболее вам интересны. Ну а мы с вами начинаем анализ и начнем конечно же с евро. А евро, как я и говорил, рынок ушел во флет на нашей ранее обозначенной области и выстрелил вверх, чего мы собственно говоря и ожидали, дамы и господа. На неделе мы увидели неплохого агрессивного покупателя по инструменту, который просто толкал рынок вверх достаточно агрессивно. Кроме того, мы видим как после некого прострела рынок замер и толком не откатил. Хотя тут конечно могла конечно же сыграть Пасха в Соединенных Штатах, если с этой Пасхой не рабочий день. Однако в целом техника говорит о дальнейшем росте. Здесь вот нет перекоса в сторону продаж. Объем преимущественно бычий. Если возвращаться к некому откату, видим как он закрывается в верхней части своего диапазона. Ожидая на следующей неделе конечно же движение вверх в область 1.098106 и 1.102929. Пробьем и их, то конечно же будем двигаться до хайов к области 1.112019. Но до этого конечно же нужно дожить. Что касается фунта, перейдем теперь к нему. Мы не удержали конечно же диапазон как и планировали на уровне 1.23000. Ушли вверх и на данный момент подошли к крупному уровню. Это уровень 1.247817, а ближайшие собственно говоря максимальные точки. Очевидно, что в пятницу снижение волатильности и объемов конечно же точно так же как и по евро связано с Пасхой в Соединенных Штатах. И в целом в рынке доминируют покупатели. И это я конечно же думаю понятно конечно же даже и ребенку. Если рынок все таки снизится, постараемся подобрать инструмент на уровне 1.239954 и купить с целью 1.272552. Либо если рынок пойдет в понедельник вверх, а можно просто купить существующего уровня. Перейдем теперь к иене. В общем-то как и планировали, торговались всю неделю во флейте и вот немножко лизнули нашу такую глобальную цель 109.315. Не смогли ее пробить, но надежды если честно у меня были по данному инструменту. Очень были. Однако рынок давал возможность работать в этом флейте. На данный момент пробили нижний диапазон. Это область 108.414 и можем конечно же сходить к области 106.886, но в среднесрочной перспективе. Все же сейчас вот если смотреть на объемы, которые собственно говоря нормальные, да, и движение, которое опять-таки нормальное, можем скорее ожидать некого такого опять-таки флета с последующим движением к лоям. Поясню еще раз, вот что я имею ввиду. Сейчас я ожидаю конечно же флета с небольшим вот таким вот направлением к лоям. И возможно это направление конечно же чуток ускорится уже под конец ближе к этим лоям. Ну в общем классика. Австралиец. Красиво отработал наш анализ, просто практически тик-втик. Ну давайте не в тик-втик, немножко тик-втик. Четко ушли наверх и слава богу, собственно говоря, не было вот выноса по стопам, которые мы вот ждали, если помните, что нас вынесет по стопам, а потом рынок пойдет. Чего не произошло, слава богу. Мы просто четко улетели от наших, собственно говоря, от обычных уровней и ушли, собственно говоря, вверх. А дошли до наших целей и перелетели ее немножечко. И опять-таки я по традиции скажу, что это нам бонус от рынка. Наблюдаем небольшой вот сейчас рассинхрон между объемами и неким движением, но говорить опять-таки о развороте я бы, если честно, пока не стал. Запас движения вверх есть. Кроме того, быки достаточно сильные. Если вы уже в позиции в покупках, по моим рекомендациям, на всякий пожарный все-таки прикройтесь вот чуть-чуть. И все-таки я вот ожидаю дальнейшего движения вверх в сторону 0.64-72-38, поскольку у нас есть запас хода. Понятно, что по ходу движения могут быть откаты, но их ценовые значения вот на данный момент установить пока что не представляется возможным. Прикройтесь часть, дальше ловим, соответственно, данный инструмент на верхах. Перейдем мы теперь к золоту. Локальные хаи пробили, как я и говорил, и мы дальше продолжаем двигаться волатильно к намеченной цели. Это область 1700. Опять же, если вы по моим рекомендациям в покупках, вы молодец, просто красавчик в этом плане. Можете на данный момент чуть-чуть прикрыть, соответственно, свою позицию, поскольку, ну, как и у австралийца, так же и у золота мы подошли к таким намеченным целям. Просто прикройтесь чуть-чуть на всякий пожарный случай. Но имейте в виду, что у золота есть запас хода вверх, и вероятно, мы дойдем до 1700 и перелетим его. И в случае, если у нас совпадет этот прогноз, касаемо перелета 1700, следующая наша цель 1781. Пока что все говорит о покупке, в том числе и растущие объемы. Перейдем теперь к битку, к цифровому золоту. А вот последние несколько недель у меня по данному инструменту, но вот прям не получается его анализировать, вот у меня есть небольшие проблемы. Поэтому имейте в виду, что сейчас мои прогнозы касаемо криптовалюты по битку могут немного не оправдываться. Это нормально, бывает такое. Понятия не имею, с чем это связано. Ну вот как-то так, ну да ладно. На данный момент мы находимся вот в неком бычьем тренде, и вроде бы он уже как бы сформировался. По этой причине имеем немного два сценария. Соответственно, пока движемся к области 76.97, это ближайший уровень в рамках данного тренда. Пробиваем его, идем еще дальше к области 88.00. Негативный сценарий по данному инструменту начинается при пробои 65.00 и движение в области 4000 соответственно. Дамы и господа, предлагаю на этом застановить наш анализ. Напоминаю вам, что на моем сайте есть опросник, в ходе которого вы можете проголосовать за те валютные пары, которые вам интересны, за те инструменты, которые вам интересны. В случае, если вы каких-то инструментов не нашли в этом обзоре, вы проголосовали за него, и также за эту валютную пару проголосовал какой-нибудь другой человек, соответственно, я вижу, что вам эта валютная пара интересна, я добавляю его в обзор. Все на самом деле просто. Ну и я вам желаю на следующей неделе удачи, профита и счастья. Зарабатывайте!